Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня с вами работаю я, Ирина Чекунова. А сейчас представлю наших гостей. Итак, сегодня эксперты программы. Вадим Вадимович Кочегуров, заместитель главного врача по экспертной работе областного клинического наркологического диспансера. Вадим Вадимович, здравствуйте. Владислав Николаевич Жуков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области, полковник полиции. Владислав Николаевич, добрый день. Добрый день. Екатерина Олеговна Немыкина, начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Тверской области, старший советник юстиции. Екатерина Олеговна, здравствуйте. Добрый день. И Александра Леонидовна Капранова, клинический психолог областного клинического наркологического диспансера. Александра Леонидовна, здравствуйте. Добрый день. Значит, информационный повод у нас, дорогие друзья, таков, что 6 декабря 1991 года в структуре МВД, тогда еще СССР, впервые появились подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков. С тех пор именно эта дата, 6 декабря, считается днем основания службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Мы знаем, что более 10 лет очисткой общества от наркотической заразы занималась отдельная структура. Это управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, правда, да, Влад, не веру? У ФСКН. Потом вновь произошла реорганизация, и функции опять перешли к МВД. В 2016 году, да. В 2016 году. Это уже прошло 4 года, да? 4 года. В 2020 году в преддверии профессионального праздника подразделения вышел указ президента Российской Федерации, который утвердил стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года, на 10 лет вперед, да? Да. А вот давайте мы сразу с этого указа президента, вернее, со стратегии, с этой начнем разговор. Что это за документ, и как он меняет вектор вашей работы, и меняет ли вообще? Да, этот документ внимательно изучен. Является основным государственным документом, на основании которого строится вся организация работы всех субъектов, и субъектов профилактики и субъектов правоохранительной деятельности, которые задействованы в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Данным документом определены основные угрозы в сфере незаконного оборота наркотиков, угрозы национальной безопасности, а также определены цели и задачи решения вопроса по декриминализации этого вида преступной деятельности. Вот, кстати, я перебью, Владислав Николаевич, угрозы вы сказали. Это реальная сейчас, на сегодняшний день, угроза для нашей страны, для жителей России? Следует признать, что это действительно остается очень сложной проблемой и действительно представляет собой национальную угрозу для не только нашего региона, а в целом для всей Российской Федерации. И борьба и решение этого вопроса является основной задачей, которая стоит перед всеми нами, в том числе здесь присутствующими. Вот в эту стратегию вошли практически представители всех структур. Вы говорите, это не только полиция, да? А вот фактически все, кто представители этих структур находятся сейчас здесь у нас за круглым столом, да? Это и прокуратура, и здравоохранение, все это и общественные помощники, да, наверное, тут эта проблема общая, да, наверное, и как на войне всем миром только против него? Только так, да. И заключается, если основные функции полиции, это, конечно же, выявление, документирование таких фактов незаконного сбыта наркотических веществ, привлечение к уголовной ответственности лиц, которые организовывают данный вид преступной деятельности. А мы знаем, что, как правило, и следует это признать, что это организованные группы, и формат этой деятельности, он прежде всего связан с организованной составляющей этого бизнеса, незаконного бизнеса. Потому что это бизнес, он приносит огромные доходы, да? Совершенно верно. Это на чьей-то беде люди наживаются, будь здоров как. Да. И с другой стороны, есть профилактический блок, который тоже имеет самое огромное влияние, и влияние на самые ранние стадии, когда необходимо, прежде всего, предупредить, отвести, прежде всего, молодежь несовершеннолетних от данной криминальной деятельности. Не только криминальные деятельности, связанные со сбытом наркотических веществ, но и в том числе от потребления наркотических веществ. А проблема потребления, она также, она актуальна, она есть. И следует признать, что надо продолжать и наращивать усилия по именно профилактике вот этой беды нашей. Вот, кстати, когда мы говорили о потреблении, мы эту тему затрагиваем постоянно. Вот здесь уже на протяжении ряда лет, за этим круглым столом, мы всегда, каждый год говорим о том, что наркомания молодеет. Мы сейчас можем сказать так, Вадим Владимирович? Ну, не совсем, потому что данные последних исследований показывают, что все-таки возраст первой пробы в основном приходится на 16-18 лет, 39 процентов. Это получается, ну, где-то старшие классы школы, да? Да, и первые курсы учебных заведений, да. И каждый третий пробует в возрасте 19-25 лет, тоже это вузы, колледжи. Меньше людей пробует в более раннем возрасте. И, в принципе, эта тенденция сдвигается в сторону более старших возрастов. Все-таки в сторону более старших. Но от этого это не становится проблемой менее значимой, да? Конечно. Если мы раньше говорили на профилактическую все-таки работу, уважаемые друзья, где нужно уже начинать вести? Это, как вот мы говорим, госавтоинспекция, правилам дорожного движения, учите из детского сада. У нас это младшие классы школы? Или все-таки, когда уже человек приближается к возрасту 15-16 лет? Наверное, речь должна идти уже о подготовке родителей, которые планируют завести ребенка. И, соответственно, они должны знать, как воспитывать. Потому что и установки антинаркотические, и защитные психологические факторы, барьеры человека, они формируются в процессе воспитания самых ранних лет. Поэтому и детский сад подойдет, и младшая школа подойдет, и средняя школа, и старшие классы. Только в каждом случае должны быть свои подходы. Учитывать возрастные особенности. Вот вы сказали родители, да, и я хотела еще добавить, наверное, те самые родители, чтобы, главное, чтобы эти родители сами не употребляли наркотики. Да, вот как мы говорим, если человек... Личный пример лучше профилактика. Личный пример. Если как-то переходишь дорогу, если ты учишь ребенка, что нужно переходить на зеленый, а сам изо дня в день переходишь на красный, ведешь ребенка за руку, то он автоматически сам пойдет на красный. И так и здесь. Можно говорить сколько угодно. А что ты показываешь на деле, да? Конечно. Владислав Николаевич, несколько слов о том, год непростой. Несколько цифр такие, чтобы как бы показатели вашей работы. Действительно, год выдался непростой, и определенные особенности нашей деятельности были связаны именно с той эпидемиологической ситуацией, которая развивалась, ну, не только на территории нашего региона, ну, и в целом России. Но хочу отметить, что ни в коей мере оперативная обстановка из-под контроля не выходила. И за 11 месяцев, а мы можем уже говорить о результатах 11 месяцев, на территории региона выявлено более 900 преступлений. Из них более 800 это преступления тяжких, особо тяжких составов. Более 700 лиц привлечено к уголовной ответственности. Следует признать то, что из незаконного оборота нами изъято более 40 килограмм наркотических веществ. А, Владислав Викторович, я вас временно прерву, потому что у нас перерыв на рекламу. Буквально несколько минут. Не переключайтесь, уважаемые друзья, и не забудьте 300-190, телефон прямого эфира. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня». Сегодня с вами Ирина Чекунова. 300-190, напоминаю, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, сегодня обсуждаем такую тему, которая наверняка не может оставить никого равнодушным в Тверской области, да и вообще по всей России. Это как нам побороть такую беду, как наркотики. Владислав Николаевич, вы приводили цифры до перерыва, довольно-таки солидно подошли к концу года. Это управление по контролю за оборотом наркотиков и МВД в России. Владислав Николаевич Жуков сегодня у нас в программе, начальник управления. Итак, 40 килограммов, более 40 килограммов наркотических средств за 2020 год изъяты из недоконного оборота, да? Да, это следует признать, что здесь и традиционные для нашего региона наркотические вещества, каннабисные группы. Ну и основная масса, как мы сейчас и наблюдаем, это распространение все больше имеет синтетические виды наркотиков. Которые изготавливают, это искусственные изготовления, которые в лаборатории наркотиков изготавливают. В том числе, я знаю, что у вас есть результаты по закрытию незаконной действенности таких лабораторий. Совершенно верно, да. Причем это очень хорошо законспирированные и достаточно профессионально подготовленные лаборатории с профессиональным оборудованием. В текущем году выявлено, задокументировано три такие лаборатории. Пресечена деятельность трех таких лабораторий. Это на территории Калининского, две лаборатории, и одна на территории Кимского района. Вот такой я вас прерву. Вот буквально недавно начался в областном суде процесс. Молодые люди от 23 до 30 лет на скамье подсудимых, да? Лаборатория работала на территории Калининского именно района, да? Да, это работа. И вот в нарколаборации произведено не менее 17 килограммов мефедрона, да? Да. Относится к особо крупному размеру. Особо крупный размер. И хотелось бы отметить, что эти все наркотики предназначались для распространения не только на территории нашего региона, но и также на территории других регионов, в том числе в московском регионе. И мы сейчас имеем такую тенденцию, что вся вот эта деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, синтетического в основном, синтетического происхождения, имеет межрегиональный характер. Поэтому наше подразделение очень активно взаимодействует и с коллегами из других регионов. Мы активно взаимодействуем с коллегами из Новгородской области. И приходится задерживать людей, которые занимаются преступной деятельностью, но при этом являются жителями других регионов. А здесь именно собирается с целью изготовления и дальнейшего сбыта наркотических веществ. Вот, кстати, Калининский район, это не случайно уход в такую сельскую местность, чтобы меньше было кто-то с каких-то свидетелей? Ведь лаборатория, это всегда, наверное, специфический запах, да, наверное? Это всегда что-то должно жителей, если это в подъезде многоэтажки, жителей должно что-то насторожить. Что за машина приезжает? Какие коробки выгружает? Что-то туда надо ведь привезти? Вы знаете, у нас есть телефонный звонок мне показывает. Будьте добры, вы в эфире. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, вас как зовут? Меня зовут Анна. Анна, да, ваш вопрос, пожалуйста, Анна. Так, я поселок Юность. Да-да. Вот, всем известный. Я много раз, много лет писала везде. В один раз я обращалась, почему не убирают надписи распространение наркотиков. Все магазины, даже на фрунзе остановки магнит, а рядом аптека, озон, вся расписанная разными видами. Я спрашиваю, почему не убирают? Почему? А понятно, это телефоны, да? Телефоны, где торгуют наркотиками, да? Не только телефоны, названия. А наркоманы уже знают где-то брать. Даже некоторые мужики там ходят по дорожке, и я чувствую, что они распространители даже, понимаете? Я с самочкой гуляла часто, и все это видела. Мне так страшно. Даже на балконах написано, и с балконом подают. А нам попробовали куда-то сами звонить, обращаться по поводу этой беды? Пробовала. Года два назад машину мою даже поцарапали, наверное, вычислили, потому что закладка была в колесах, куда я цветочки сажаю, понимаете? Все, мы поняли, да. Я умоляю вас. Я умоляю. Руденя так борется, так старается. Ну почему участковый не смотрит на это? Почему не закрашивает эти номера? Они как грибы растут. Вы знаете, магазин на юности весь расписан. Да, мы поняли, Анна, ваши вопросы. Сейчас будем отвечать. Спасибо. Спасибо. Что мы можем ответить? Действительно, я знаю, что одно время, да не одно время, да, когда вот появляются такие телефоны или что-то, что закрашивают. Естественно, оперативникам, наверное, не выйти, у вас же ограниченное количество оперативников. Здесь, наверное, помощь волонтеров или кто этим должен заниматься? Да, конечно. Такая проблематика существует, и периодически вот эти надписи, они появляются на стенах домов, и мы обязательно в любом случае реагируем. И реагирование происходит не только силами подразделений полиции, да, но мы к этой деятельности привлекаем и как волонтеров для того, чтобы, если появляются такие надписи, как можно быстрее убирать их со стен, домов, с других объектов. Ну и кроме этого, мы, конечно же, в обязательном порядке информируем и муниципальные органы о том, что есть необходимость прежде всего также принять участие для уничтожения. Это администрация районов, да? Это район областного центра, да? Кстати, волонтеры, где существует волонтерское движение, Александра Леонидовна, вот что мы можем сказать, есть ли помощники? Помощники есть, в том числе и из числа студентов-медиков. Они для нас большая помощь и поддержка в наших проектах. У нас проекты профилактические, и я думаю, что те... Была же у нас акция, когда закрашивали надписи и на стенах, в том числе силами студентов. Видимо, назрела необходимость повторить эту акцию. Мне кажется, что это делать надо постоянно. Просто не ждать, когда раз в месяц пришло такое-то число, выходим закрашивать. Это тут, наверное, важна такая обратная связь со стороны. Вот сейчас Анна позвонила, да? Если телефоны горячей линии существуют же везде, наверное, кругом, чтобы где-то скапливалась информация, приходит раз в день такая информация, выезжают, есть, наверное, кому. Ординационный центр нужен, да, для того, чтобы реагировать как можно экстреннее на такие запросы. Но то, что касается закрашивания стен, наверное, это волонтеры. Не медики в этом участвуют. Да, и здесь, наверное, все-таки больше к муниципальным образованиям. Потому что если стоит белый дом или какой-то его закрасит черным или красным, то это будет как-то не гармонировать с обликом города. Да, и здесь мы в любом случае сразу информируем, конечно, глав муниципальных образований и стараемся контролировать, чтобы эта работа проводилась тоже, чтобы и они обращали внимание, вот правильно сказали, то, что вот в звонке прозвучало, да, что длительное время, возможно, это уже есть, да. А собственник никакого внимания на это не обращает. Ну, здесь надо задать вопрос и собственнику, чтобы тоже какая-то работа была проводилась. Своя управляющая компания, да, которая тоже может этим заняться. Если уже мы говорим всем миром выходить, то не надо ждать. Я, конечно, как бы я поступила, но это же тоже было бы противозаконно. Я бы взяла краску и вышла бы с кистью, да. Но потом мне же в мой же адрес сказали, а что ты делаешь? Это как без ведома властей спилить дерево в черте города. Тем более это может быть не какое-то муниципальное здание, это может быть частное здание, магазин и так далее. У него есть собственник, хозяин, который должен нести ответственность за содержание своего здания и, соответственно, за то, чтобы на его здании не была размещена запрещенная информация. На самом деле здесь уж, наверное, стоит обратиться. Давайте мы все-таки еще раз сейчас в начале программы скажем телефоны, по которым можно звонить и куда можно обращаться, если даже вот такие вопросы есть. Ну, у нас это единый телефон, по которому можно обратиться. Это и дежурная часть УМВД, и дежурная часть любого межрайонного отдела полиции. Это те телефоны, по которым можно в любой момент передать ту или иную информацию. Кроме этого, есть официальный сайт УМВД России по Тверской области, на который также можно оставить обращения необходимые, к которым требуется проверка. И по всем обращениям гарантированно будут направлены ответы о проделанной работе и принятых мерах по той или иной проблематике, которая в данном обращении будет озвучена. Волонтеров где можно найти, если человек хочет воспользоваться помощью волонтеров? Где, через сайт, через что? Я знаю, что с ними поддерживает связь именно администрация города Твери и администрация районов. Есть ссылки на сайтах администрации по работе с такими движениями. По поводу организации помощи, оказания услуг наркологической диспансеры, можно уточнить информацию по телефону 559590. Это телефон поддержки наркологического диспансера. Также работает сайт диспансера www.tvr.ru, на котором тоже можно оставлять свои вопросы. И обязательно мы ответим на них. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Мне сейчас вопрос, он же прозвучал у Анны вторым, что делать, если во дворе, там она говорит, даже в колесиках, в шинах таких я поняла, которые приспособлены под клумбы, там уже все роют, копают, ищут наркотики. Вот вы видите, что у вас во дворе вот такое происходит, что непонятно, ну явно это что-то противозаконное. Екатерина Олеговна, давайте мы ответим, как быть в такой ситуации и с какого возраста наступает уголовная ответственность. Потому что мы, к сожалению, сейчас сталкиваемся с такими фактами, что уже и дети, и подростки, стараясь поскорее обогатиться, они выступают как, как это слово-то назвать, недоставщики, курьеры. А курьеры считают, что нам за это ничего не будет, мы закопали, положили вот в такую клумбу и спокойно ушли и получили свои деньги. Они недооценивают просто опасность своих действий и те меры ответственности, которые им грозят за это. Вот у нас есть такая хорошая книжка, уголовный кодекс называется. Я бы рекомендовала нашим слушателям, зрителям ознакомиться с содержанием, потому что очень хорошо расписал законодатель, какая деятельность у нас в Российской Федерации запрещена. Это любая деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков. Это и приобретение, хранение, перевозка, пересылка, контрабанда, сбыт наркотиков. Более 10 статей. Ответственность у нас наступает за деяния, по общему правилу, с 16-летнего возраста уже. Есть такие исключения, когда с 14 лет запрещены. То есть исключения такие есть? Да, даже с 14 лет. То есть ребенок, которому 15 лет, он не должен заблуждаться, что его деятельность останется безнаказанной. Может быть такое, что он привлечен будет к уголовной ответственности. Очень строгие санкции, меры наказания за эти деяния. Поскольку, как мы уже сегодня тут озвучили, эта деятельность у нас достаточно распространена, огромная масса наркотиков изымаются из-за борота. Соответственно, и наказание за эту деятельность очень строгая. Например, за деятельность со сбытом наркотиков, связанную, назначается исключительно решение свободы. Сроки немаленькие. Как правило, это форма преступной деятельности, которая сейчас используется очень часто. Это вот эти тайники, закладки и так далее. Они же как производятся? Это не один отдельный индивид какой-то решил заняться этой деятельностью. Он общается с другими соучастниками. Это уже групповая преступность. Она может быть квалифицирована и как группа лиц по сговору, и как организованные преступные группы. И наказание минимально возможное по некоторым частям. От 8 лет, далее идет от 10 лет, от 15 лет. Если в особо крупном размере оборот наркотиков происходит, это уже вплоть до пожизненного лишения. Именно такие дела рассматривает Тверской областной суд. Это вот как мы всегда говорим, что эти наказания, знак равенства, преступления против личности, да, тяжкие преступления против личности, а здесь такие преступления против личности и есть, да? Они сводят в могилу сотни людей. Фактически это так и есть. И понятное дело, что поэтому и наказание вот такое суровое, я понимаю, что человек, который встал на этот путь, и делая закладки, да, являясь сбытчиком наркотических веществ, он же делает ни одну, ни две закладки, а в день, как правило, это 20-30 закладок. Вот, и можно понять размер той проблематики, если этот человек каждый день выходит на работу, как на работу, и делает по 20-30 закладок, и спрос на эти закладки, он существует, соответственно, они расходятся. Фактически объем лиц, которые вовлечены в этот не только оборот, но и потребление наркотических веществ, соответственно, достаточно широк. А те, кто ищут, вот те, кто вот копаются, кого видят чаще жители областной столицы, да и вообще районов области, вот они отвечают за то, что они потребляют этот наркотик, они выходят, копают в определенных местах и находят что-то? Если они нашли, значит, они подняли и тем самым приобрели. У нас есть ответственность и на незаконное приобретение наркотика, и незаконное хранение наркотика. То есть утром нашел, в кармане до вечера поносил, вечером его с этим наркотиком установили сотрудники правоохранительных органов, у него уже образуется состав преступления. Много, вот Владислав Николаевич нам привел цифру, сколько задержано, сколько изъято. А много ли уголовных дел таких вот доходят до суда? Какая статистика? Вот статистика этого года какова? Много. Официально статистика мы оперируем на сегодняшний день за полугодие. Около 150 дел рассмотрены судами нашего региона. Но сейчас почти год закончился, можно смело умножить на два эту цифру, да. Чуть меньше 200 осуждено лиц было в первом полугодии. Как я уже сказала, основная часть из них осуждены к лишению свободы. Как правило, это именно реальное лишение свободы. Условный срок наказания в исключительных случаях очень редко назначается, исходя из фактических свидетельств совершенного преступления. Если это не связано со сбытом, только в 20% случаев применялись иные меры наказания. А уж говорить о таких наказаниях, как штраф, обязательно исправительные, это вообще единичный случай. Поэтому не надо заблуждаться, что вот этот вот легкий заработок в виде размещения тайников, он ничем не грозит. Видим мы на скамье подсудимых, в том числе и молодых людей. Помним по конкретным делам, когда бывший вчера еще студент учебных заведений города Твери сидит на скамье подсудимых за решеткой. Он осознает, раскаивается, дает показания, как он решил легкие заработы получить от этой деятельности. Он тогда недооценивал, что за этот легкий заработок 10 лет лишения свободы ему грозит. Или помню, у нас ко мне уже осужденная девушка, молодая женщина, у нее дома остался совсем маленький грудничок ребенок. Она со слезами на глазах оспаривает приговор уже вынесенный, которым ей такой большой срок назначен наказание. Она тоже самое делала, тайники и закладки размещала, потому что у нее семья, у нее несколько кредитов, которым надо платить свои обязательства. И она решила таким образом поправить свое материальное положение. И тоже недооценивала, что срок наказания ей будет за это 10 лет. Но так в законе написано. Суд не может просто пожалеть ее и дать ей 2 года лишения свободы. Закон определил меру наказания. Я помню, я была часто на таких процессах. Я помню, что когда молодой человек сидит, что называется, за решеткой, уже можно сказать, процесс уже идет, уже выносится приговор. И как ко мне чуть ли не на коленях ползут его родители, помогите что-нибудь сделать, он у нас такой хороший мальчик. Да он хотел кому-то подарок купить. Вот чем подарок маме на 8 марта обернулся. Скажите, пожалуйста, Владислав Николаевич, относительно наркопритонов, я знаю, что раньше это в нашем городе, во всяком случае в областной столице, было очень актуально. Чуть ли не каждую неделю, но это еще в бытность УФСКН, выезжали и брали, где вот сдавались квартиры, сами хозяева квартиры наркозависимые, они еще там дозу какую-то получали, и накрывали по 10-20 человек. Что сейчас? Эта работа продолжается, или это уже не так актуально для Верхневужья? Нет, актуальность этого вопроса остается. Действительно, именно такие соседи создают много-много проблем для нормальных жильцов, которые хотят отдохнуть, хотят быть в спокойствии и безопасности, находясь в своем доме, в своей квартире. Поэтому эта работа, она имеет очень важное значение, и могу сказать, что по данному направлению у нас действительно работают профессиональные сотрудники, которые имеют достаточный опыт документирования, данного вида преступной деятельности. И в этом году на территории областного центра выявлено и задокументировано 11 наркопритонов. Но это по сравнению с прошлыми годами, это, наверное, все равно меньше, да? Нет, это на уровне прошлого года. На уровне, да? Да, да. То есть это вот... Но хочу сказать, что мы не только обращаем внимание на наш областной центр, конечно же, и в других районах проводится эта работа. И да, может быть, где-то для сельской местности это не так актуально, с учетом отдельно стоящих и живущих граждан. А в крупных городах, как Ржев, Вышневолочок, Конаково, здесь действительно актуален этот вопрос. И мы проводим работу не только самостоятельно по документированию наркопритонов путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, но и активно проводя работу с местными жителями, с гражданами. Активная работа проводится с участковыми уполномоченными, когда в ходе общения уже непосредственно с жителями тех или иных домов выявляются вот такие соседи. Далее эта информация направляется нам, и мы ее уже проверяем оперативным путем, документируем и привлекаем лиц уже к уголовной ответственности в случае подтверждения данной информации. Вот здесь очень важны как раз такие звонки, когда что-то заметил. Вот раньше это были шприцы, использованные шприцы, опять же, характерный запах, непонятные люди в подъезде, какой-то шум, это уже наводит на подозрение. Кстати, Вадим Вадимович, относительно тяжести, что мы можем сказать? Вот раньше говорили героин, вот раньше говорили кокаин. Одно время, помните, был так называемый крокодил, это же каждый наркотик все равно убивает организм и по-своему проявляется. Что сейчас некоторые говорят? А, подумаешь, мы весело время где-то в ночном клубе провели, синтетику или смесь какую-то. Это просто для настроения. Все оставляет след в организме. И как это лечится? И лечится ли вообще? Конечно. Все вещества, которые включили в перечень наркотических средств, психотропных веществ, они не предусмотрены для приема с немедицинскими целями, а некоторые запрещены даже с медицинскими целями. И это однозначно связано с их пагубным влиянием на здоровье человека. Все больше и больше потребителей становится именно синтетических наркотиков. И это приводит к тому, что зависимость формируется от них достаточно быстро. Быстро снижается интеллект, критика к своему состоянию. Это не мотивирует, естественно, человека посмотреть на себя со стороны, осознать необходимость получения помощи. То есть, он не понимает, что он зависит? Не обратиться, да? Это надо, наверное, если это молодой человек, то внимательнее быть близким. Конечно. Как меняется, Александра Леонидовна, как меняется поведение человека? Что мы можем посоветовать? На что в первую очередь обращать внимание? Родителям в первую очередь стоит, наверное, обращать внимание на то, насколько тесная у самого родителя связь со своим ребенком. Если есть какие-то намеки на то, что он натеряется, в психологии есть такое понятие, как привязанность ребенка к родителю. И на самом деле родители могут проследить тот момент, когда чувствуют, что ребенок отдаляется, у ребенка появились секреты, появилось что-то, что он явно скрывает от своих родителей. Между прочим, очень часто родители обнаруживают проблему, когда друзья подростка оповещают родителей о том, что с их сыном, дочерью что-то не так. Поэтому, да, нельзя закрывать глаза на то, что ребенок начинает иначе себя вести, начинает беспричинно менять свое настроение, появляются какие-то уходы из дома. Все это трудно бывает отличить от естественных, подростковых, кризисных таких поведенческих изменений. И поэтому я всякий раз родителям советую, что если у них есть какие-то сомнения, то лучше обратиться на прием к психологу, лучше к медицинскому, который точно сможет провести грамотную диагностику и определить, чего касаются эти изменения в поведении, с чем связано вообще проблемное поведение у данного подростка и как ему лучше в данный период помочь. Нужно ли уже медицинское вмешательство, или это целиком полностью может быть психокоррекционное воздействие. Но так или иначе взгляд специалиста будет не лишним никогда, да ни в каком случае. Здесь необходимо родителям прийти вместе с ребенком? Безусловно. И здесь не надо пугаться, да, прежде всего? Тут пугаться совершенно нечего, потому что обращение даже за медицинской помощью, в том числе в отделении медико-психологической помощи детям и подросткам, оно не карается никаким учетом. Для родителей это и бесплатно, и конфиденциально, да, и даже если ребенок на профилактический учет ему рекомендовано, да, это никак не отражается ни на его будущем, ни на настоящем, да, а как раз наоборот, он попадает в поле внимания грамотных специалистов, которые могут ему оказать помощь как можно раньше, да, потому что мы все-таки заранее вмешательство, которое позволяет нам ребенка получить с хорошими ресурсами, с хорошими возможностями, и родителя начать настраивать как можно раньше на то, чтобы менять свои детско-родительские отношения внутри семьи. Только так можно помочь детям, не встать на тот самый путь порока, да, о котором мы сегодня говорим. Вот только так. Вадим Владимирович, да, вот я хотела спросить, а когда, когда еще не поздно, и есть ли возможность вот как-то вытянуть что-то за волосы? Чем раньше, тем лучше. Эффективность лечения, она очень сильно зависит от сроков обращения, и пока человек еще более-менее сохранен, интеллект сохранен, социальные связи, семейные связи сохранены. В этом случае, естественно, помощь будет более эффективна. И нашим законодательством установлено то, что обращение к наркологу происходит только в добровольном порядке, и до 15 лет вместе из согласия законных представителей. После 15 лет уже согласие самого подростка. Ну, как часто, какой опыт показывает, как сами приходят люди, когда они понимают? Чаще всего приходят вместе с подростком родители. Не всегда, конечно, как сказать, с первой попытки это получается. Естественно, первыми проблемы чаще замечают близкие, и в этой ситуации им нужно стараться получить как можно больше информации, правдивой информации о том, что происходит в их семье. Поэтому вот обращение к психологу или к врачу-наркологу это очень хороший источник информации. И очень часто, меняя свое отношение, поведение внутри семьи по отношению к проблемному близкому, у больного человека тоже начинает меняться поведение и появляется мотивация к обращению за помощью и к лечению. Потому что в наркологии есть даже такая проблема, как созависимость. Это зависимость от зависимого. Конечно, это же беда. Никого не оставляет равнодушным такая проблема и оставляет след и на психическом, и на физическом здоровье близких людей. Поэтому очень часто эффективность лечения будет зависеть от того, насколько близкие люди вовлечены в этот лечебный процесс. Во многих реабилитационных центрах условием участия в программе реабилитационной является участие близких членов семьи. То есть мы сейчас говорим уже и о реабилитационных центрах. Это не только ходить в стационар, вернее, на приемы к доктору. Это очень разные формы лечения. Да. Но вообще хотелось бы сказать, что лечение наркомании – это процесс достаточно длительный и многоэтапный. И он не исчерпывается только какими-то дезинтекционными мероприятиями, купированием каких-то расстройств, связанных с синдромом отмены наркотика. Это еще и длительная поддерживающая терапия, как медикаментозная, так и психологические воздействия со стороны клинического психолога, психотерапевта. И это, конечно, мотивация больного человека на участие в реабилитационных мероприятиях. Как медицинского характера, в рамках диспансера, в стационаре или амбулаторно, так и в реабилитационных центрах негосударственных, которые занимаются социальной реабилитацией. Чем длительнее процесс лечения, тем выше эффективность, тем устойчивее достигнуты результаты. Примеры есть положительные? Конечно. К сожалению, болезнь это хроническая, но мы эффективность оцениваем по длительности ремиссии, то есть жизни человека без приема наркотиков. И если она в среднем составляет где-то 15%, то есть из 100 пролеченных больных 15 живут год без наркотиков, то люди, которые прошли реабилитацию, их в 50-60% случаев это устойчивые ремиссии многолетние. Поэтому есть смысл настраиваться на такую длительную работу. Вот смотрите, что творится. Мы сегодня даем совет и тем, у кого еще есть шанс, и совет тем, кто может быть на кривую вот эту дорожку вступает, кто распространяет это зло у нас. Давайте мы еще раз напомним, Екатерина Олеговна, что подразумевается под сбытом наркотиков? Чего делать никогда нельзя, если еще есть шанс остановиться? Ну вот не надо заблуждаться, если кто-то так думает, что сбыт это только, скажем так, продажа за деньги, возмездная передача наркотиков. Сбыт это любые действия по отчуждению, переходу наркотика от одного лица к другому. Пусть даже безвозмездное, пусть даже в дар, взамен на какую-то услугу, просто так угостить друга или знакомого, это все считается сбытом. Это сбыт тоже. А если когда угощал друга и знакомого, еще и уговорил его потребить наркотик, это может еще образовывать состав отдельный, как склонение к потреблению наркотика. Это все особо тяжкие преступления, которые влекут соответствующую ответственность. Вот ответственность, мы уже говорили, что это уже не шутки. Даже у нас уголовно наказуемое такое деяние, как содержание притонов. Это не в таком понимании, как притон подвальное помещение какое-то. Это может быть предоставление своей квартиры в пользование потребителям наркотиков, которые периодически по какому-то адресу собираются с целью употреблять запрещенные препараты. И здесь уже не прокатывали, типа я не знала, я сдаю квартиру, это не мое дело, что там происходит. Понятно, что это подлежит доказыванию, но на то у нас проходная система и существует. Следователь собирает соответствующую доказательную базу, и тогда после этого может быть вынесен обвинительный приговор, опять же с наказанием. Уважаемые друзья, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Артем. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Артем. Артем, ваш вопрос. Вы знаете, я каждый день вижу на домах, почти в каждом дворе нашего города, надписи о том, где можно найти ссылочку, в том или ином мессенджере, где можно распространять наркотики. Как раз ведется диалог с закладчиками и их заработки. У меня вопрос такой, знают ли уважаемые спикеры об этом сервисе, об этих надписях, о том, как распространяются эти наркотики, и ведется ли какая-либо борьба. Потому что, честно сказать, я зашел по этой ссылке, и вот до сих пор я могу даже сейчас перейти и посмотреть. Там даже записи есть от вчерашнего, от сегодняшнего дня приглашают на работу и так далее. И эти сервисы, они не удаляются. Я писал жалобы там в Телеграм, но эти сервисы, они также до сих пор актуальны. Понятно, спасибо за вопрос. Опять надписи. И здесь мы уже переходим в теневой рынок интернета, куда приходится необходимая уже часть работы наверняка. Да, надо понимать, что интернет – это достаточно широкое понимание всех тех ресурсов, которые существуют. И на сегодняшний день даже внутри нашего подразделения создано специальное подразделение, которое занимается именно работой по пресечению преступной деятельности в IT-технологиях, распространению наркотических веществ через сеть интернета. За 11 месяцев нами выявлено 70 интернет-ресурсов, более 70 интернет-ресурсов, на которых осуществлялся сбыт, либо доводилась реклама о сбыте, либо о приеме на работу с целью осуществления закладок наркотических веществ. Данные интернет-ресурсы были заявки, направленные на их блокировку в Роскомнадзор, с целью дальнейшей блокировки ресурсы блокировались. Но надо понимать, что, что касается телеграма и других теневых ресурсов, эти площадки расположены не на территории Российской Федерации, а сами интернет-ресурсы, сами расположены на площадках других государств. То есть их уже так не ликвидируется? Поэтому, да, простого метода блокировки этих ресурсов не существует технически и законодательно на нашем уровне. Поэтому мы осуществляем работу, честную работу с Роскомнадзором максимально блокировать эти ресурсы при передаче на наши серверы. И мы непосредственно, как оперативная служба, мониторим такие сайты, стараемся выявлять лиц, которые из-под этих сайтов работают на территории нашего региона, либо не только на территории нашего региона. И у нас есть технические возможности, чтобы уже, установив лиц, которые работают из-под этих ресурсов, уже принимать необходимые меры для их задержания и привлечения к уголовной ответственности. Но, тем не менее, вот как правильно сказал Артём, как и она нам звонила, да, если первый шаг сделать, чтобы человек, который в трудной жизненной ситуации оказался, да мало ли что, в голове ничего нет у подростка ещё, да, он не понимает ответственности, чтобы не было соблазна вот позвонить или зайти вот на этот номер, давайте мы уже привлечём, наверное, и представителей власти, да, и попросим у волонтёров, и все, каким-то всем миром будем уже ликвидировать эти надписи на стенах, на стенах домов, да? Я хочу сказать, что я вспоминала акцию, когда студенты-волонтёры проходили и закрашивали на стенах домов, кстати, иногда как раз не той краской. Не той краской. Ну а как тут подберёшь каждому дому свою краску? Буквально через 10 дней надписи восстановились в прежнем объёме. Конечно, это же заработок чей, конечно. То, на что нам стоит сильно полагаться. Да, поэтому нужно как-то вот на самом деле то ли горячие линии специально по надписям, потому что это существует, как-то надо делать что-то. Ну здесь не только надо упираться в уничтожение этих надписей, да, надо понимать, что сильная профилактическая работа, именно реклама здорового образа жизни, это тоже тот приём, который поможет нам отвлечь и молодых людей, и подростков, и другую категорию лиц от того, чтобы им было интересно позвонить по этому телефону, да, и найти какую-то работу, либо приобрести нахуй. Да, это тоже большая работа. Екатерина Олеговна, вы что-то хотели добавить? Да, я тоже хотела добавить. Интернет — это такое гениальное изобретение человечества, да, оно во многом облегчило нам жизнь, но оно в то же время и, скажем так, облегчило жизни преступникам. Они нашли новые формы своего взаимодействия, дистанционного, им теперь нет нужды лично общаться, чтобы в сговор вступить, да, и распределить роли, как-то оговорить какие-то условия. Они всё это делают дистанционно. К сожалению, именно из-за интернетного общения сложнее выявить тех самых наркобаронов, которые многомиллионные доходы получают от этой деятельности. А вот молодые ребята, о которых мы говорили, они же как разменная монета, пешки. Именно их привлекают для того, чтобы они разложили эти тайники, но возьмут этих правоохранительных органов, мы новых найдём. Эти на 10 лет сядут, новые на их место придут. Поэтому в первую очередь хотелось бы обратиться опять же вот к людям, к молодым людям, к тем, которые только ещё, может быть, задумались о занятии такой незаконной деятельностью, чтобы они 10 раз подумали. Вот. А нашим слушателям, ещё раз мы с этого начали программу, напомнить, что у нас у всех, как органов власти, так и правоохранительных органов есть официальные сайты, опять же тот же интернет, где размещены специальные вкладки для обращения граждан. Пишите туда обращение, указывайте известную вам информацию о местах распространения наркотиков, где необходимо среагировать правоохранительным органам, о сайтах, о телефонах, которые необходимо удалить, запретить и так далее. А мы уже будем совместные мероприятия проводить. Да, уж, наша программа подошла к концу. Да, уж, коль мы говорим, что это беда и это угроза нашей национальной безопасности для жителей всей страны, да, что давайте всем миром всё-таки каким-то образом новый рвок сделаем, чтобы преграду поставить этому злу. Спасибо, уважаемые друзья, за участие в программе. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо. Спасибо.